Как спать меньше, но при этом высыпаться, эти советы вам точно помогут. Спать положенную норму, а это 7-9 часов, в условиях войны, сложно многим украинцам. У кого-то просто нет такой возможности, из-за нагрузок, а кто-то просто не может уснуть вечером, из-за тревог и переживаний. Врач-терапевт Мария Вороненко рассказала, как можно выспаться, если времени на полноценный сон не хватает. Правильное помещение и обстановка. Помещение для сна должно быть с доступом свежего. Воздуха. Шторы нужно плотно закрыть и исключить посторонние источники света и звука. Чтобы быстрее засыпать, не стоит перед сном читать новости, смотреть телевизор и эмоциональные фильмы. Правильная длительность сна. Для того, чтобы организм отдохнул, а вы не чувствовали себя разбитым после пробуждения, длительность сна должна быть кратна 90 минутам с момента засыпания до пробуждения. Это соотношение отвечает среднему циклу сна человека, который состоит из Быстрый и медленный фаз. То есть, за 1,5 часа, 3 часа, 6 часов, 7,5 часов сна, мы можем выспаться намного лучше, чем 1, 2, 5 или ровно 8 часов. Просыпаться нужно по завершении очередного цикла, а не пока он еще длится. Фазы сна На протяжении ночи, мозг человека, проходит через разные этапы сна, фазы. Их различают всего две, и обе очень важны. Фаза быстрого сна Во время этой фазы, которую еще называют фазой быстрых движений глазами, ритм работы нейронов ускоряется. Именно в этой фазе обычно мы видим сны. Фаза медленного сна В определенные моменты, глаза замедляют движение, сны перестают сниться, а ритм мозговой деятельности снижается к одному движению в секунду. Так мы погружаемся в глубокое несознательное состояние, фазу медленного сна. Именно в фазе медленного сна происходит снижение уровня кортизола, гормона стресса, который способствует восстановлению иммунной системы и усилению ее противодействию будущим атакам. Просыпаться Лучше всего в фазе быстрого сна, так как усиливается чувствительность и активность организма. Если вы проснулись во время сна, на самом интересном месте, то будьте уверены, пробуждение произошло в нужной фазе. При пробуждении в медленной фазе сна, возникает разбитость и усталость, которые будут сопровождать человека целый день. При этом, сон мог длиться и положенные 8 часов. Кстати, ранее мы писали о том, почему не стоит спать в носках. А еще рассказывали о том, как запомнить свой сон после пробуждения.